На старт, внимание, привезти кастрюли из сковородки в боевую готовность и марш. Это кулинарный батл между школьниками, родителями и зарегистрированными кандидатами предварительного голосования в областную думу. У каждой группы своя территория готовки. Всем участникам дан одинаковый набор продуктов. Один час времени и задача сделать два блюда. Духовки еще не работают, но здесь уже становится очень жарко. Участники быстро распределяют обязанности. Капитан команды детей – известный шеф-повар Григорий Мосин. Большинство решает готовить запеканку. Отличия в добавках. Например, у школьников она с апельсином и изюмом. Сейчас мы выжимали апельсин, это было трудно. Потом мы за изюмом залили водой, размешали творог. Пока что нет трудностей, сейчас поставим в духовку и будем готовить. Во время соревнования ребят учатся готовить полезные завтраки и обеды. Убеждаются – это несложно и занятно. Свои кулинарные навыки подтягивают родители. Ведь здоровое питание должно быть не только в школе, но и дома. Ну, в первую очередь, как врач, я вообще считаю вопросы правильного питания крайне актуальными. Во-вторых, я мама, у меня тоже есть дочь. Правильное питание, в первую очередь, это питание сбалансированное, которое богато всеми витаминами и элементами. Мамы признаются, перед всеми стоит одна и даже дилемма – выбрать то, что ребенок просит или то, что ему нужно. Мы столкнулись с проблемой, что часто дети не хотят кушать традиционные блюда, поэтому приходится придумывать то, что любят дети. Куриные котлетки в форме наггинцев, рыбные котлетки в форме фишболов. И это очень важно. 10 секунд до финиша и команды сдают свои блюда. Руки! В конце батла самое вкусное – дегустация. Алина Марчева, Денис Железов, телекомпания «Барс». Продолжение следует... Продолжение следует...